Расскажи вкратце, чем вообще занимается художник по уровню? Потому что люди более-менее представляют, кто такой левел-дизайнер, кто такой концепт художника. Вот какие у тебя задачи? Вообще левел-арти занимается художественным оформлением всего уровня. И часто задачи левел-артиста перекидываются либо на environment-артиста, то есть художника по окружению, либо на левел-дизайнера. Часто происходит путаница между вот этими профессиями, и еще часто нужно внимательно учитывать в вакансиях. То есть иногда приходится делать и то, и то, и то, и совмещать? В целом, да. То есть лучше всего всегда уточнять у работодателя, чем конкретно будет заниматься левел-артист на вот этом конкретном проекте. Потому что иногда левел-артисты занимаются тем, что им приходит готовая болванка уровня, и они занимаются исключительно только ее оформлением, и ничего не моделят. А иногда бывает так, что приходится и собирать эти болванки, и моделить пропсы для уровня. А вот эти задачи тебе кто дает? В зависимости от того, какой проект и кто стоит, называется, кто раздает эти задачи. Потому что иногда это твои лиды, то есть лид арт-отдела. Иногда это, если там студия поменьше, у тебя есть только главный гейм-дизайнер, и все. Соответственно, от него будут прилетать задачи. Какие умения необходимы левел-артисту? То есть в каких сферах он должен разбираться? Левел-артист должен быть артово насмотренным и уметь пользоваться гуглом для того, чтобы находить референсы. Вот, соответственно, еще нужно уметь работать с этими референсами. Ну и, соответственно, нужно знать движок, на котором ты работаешь. Потому что все твои артовые навыки, они тебе подсказывают, что нужно сделать, а все технические. Соответственно, как это сделать? А инструменты ты какие в работе используешь? Я работаю с движком. Вот, соответственно, уровень собираю в движке. Если мне нужно что-то замоделить, я использую майку для текстур, Substance, Painter, Photoshop и, соответственно, там всякий Easy Brush, дополнительные программы. Как отличается задача левел-артиста на разных проектах и в разных жанрах? По крайней мере, вот из твоего личного опыта. Ты работал над Мором, над Atomic Heart сейчас? Если говорить вообще про различия двух проектов, на которых я работала. Например, на Море я в основном работала с индорами. Мне прилетали готовые коробки домов, в которых я занималась тем, что расставляла мебель, спаунила врагов в разных точках. Я почти не трогала там аутдорную часть. Для этого у нас был отдельный художник, который занимался именно аутдором. Я уже пришла на проект на том этапе, когда уже все было даже не на болванках, а уже были готовые 3D-модели, я уже работала напрямую с ними. Я работала уже с готовым контентом. Почти его не приходилось там домоделивать, то есть я сделал буквально несколько моделей для Мора. В то время, как над Atomic Heart прилетает, например, болванка. На этой болванке нужно самому что-то расставить, либо самому сгенерить ландшафт и так далее. Соответственно, на разных проектах левел-артисты работают с разным материалом. Как конструктор в случае Мора? Да, да, да. Ты не создаешь контент, ты только уже, соответственно, занимаешься оформлением. А где-то тебе приходится... Как ты его пытаешься концептуально связать, по сути. Есть ощущение, что многие левел-артисты приходят в специальности, попробовав себя в других областях, например, там в 3D-моделировании, из каких-то других сфер приходят. Это правда? И как у тебя это происходило? Вот чем ты занималась до того, как пошла в скрим? Я так понимаю, после него ты начала работать. Да. Я думаю, у каждого левел-артиста свои истории, как он приходит в эту профессию. Если про конкретно меня. Я изначально думала, что я буду концепт-художником. Изначально смотрела на концепт. По образованию я художник по костюму. И, соответственно, я думала, что концепт-арт мне будет ближе всего. И потом такая села и подумала, давайте честно, сколько концепт-художников нужно на один проект? Часто бывает так, что хватает одного концептера, либо даже иногда обходится вообще без концептеров на проекте. А в 3D художников нужно намного больше. И я решила, что пойду-ка я обучаться в 3D. Я думала, что я буду художником по персонажке. Вот хотел как раз спросить. Да, как же вот эта перемена произошла? И ты занималась косплеем. Да, да. Это помогало? Когда ты вообще тогда работала над этим костюмом и прочим? Ну, то есть, вот интересно, как так получилось? Вообще, да. Изначально, в самую первую очередь, я была косплеером. То есть еще с подросткового возраста я занималась косплеем, делала костюмы из игр, из мультфильмов и так далее. И в университет на дизайнеры одежды я поступала именно вот, потому что я такая, я хочу делать костюмы, мне это безумно нравится. Но я поступила именно на фэшн-дизайнера. И я поняла, что фэшн-индустрией я мало интересуюсь. Не так активно, как игровой индустрией. То есть в то время, пока мои одногруппницы приезжали с журналом Vogue на пары, я приезжала с игроманией, вот, и с другими нашими российскими изданиями игровыми. Я понимала, что меня это выиграть тянет больше. Но мне казалось на тот момент, что вообще делать игры это что-то такое запредельно невозможное, что, ну, мне казалось, только какие-то, не знаю, великие люди делают вот эти самые игры, и как же, как же пойти туда? Вот, и в итоге оказалось, что есть учебные учреждения, которые тебя обучают этому. И я такая, отлично, вот, буду, ну, изначально думала, буду концептером. Потом такая, не, ладно, буду 3D-шником. И уже после университета я пошла обучаться 3D. Уже в университете, да, поняла, что не буду я персонажником, меня больше затянуло именно в создании окружения. И так я, да, через 3D-шку, через оформление уровня и так далее, поняла, что мне это нравится, и так я стала левел-артистом. Насколько вообще, на твой взгляд, эта профессия востребована? Насколько редкая? И какие тут зарплаты? Примерно. Ну, можно описать абстрактно. На жизнь хватает и так далее. Да, да, да. Я считаю, что вообще в геймдеве сейчас востребованы все по поводу того, насколько часто встречается вот эта вакансия левел-артист. Она, возможно, просто в некоторых студиях встречается под каким-то другим заголовком, вот, но левел-артисты нужны всем, всем, на всех проектах, на которых, соответственно, собираются там 3D-уровни. По поводу зарплат. Вообще в геймдеве зарплаты хорошие, выше, чем в среднем по стране. Поэтому если кто-то еще думает по поводу того, что идти в геймдев или нет, то, come on. Как ты попала в свой первый проект и вообще насколько это было легко? Первый проект попала, соответственно, через знакомых, как это часто и бывает. Когда я училась в школе компьютерных технологий, вот на игровую графику, у меня был одногруппник, которого позвали поучаствовать в сборке маленького уровня для браузерки. Но это все собиралось на движке, который позволял одновременно нескольким людям работать в сцене. И при этом ты сам видел, как камера товарища пролетает, ты видел, где он хватается за объект, куда перетаскивает. И, соответственно, товарищу было интересно потестить, сидеть не одному собирать этот уровень, а посмотреть, как работает эта технология. И он спросил у руководителя, то есть у заказчика, может ли он меня подключить к проекту тоже. Меня подключили к проекту, и вот мы вместе собрали небольшой уровень для браузерки. В дальнейшем этот же заказчик сделал у меня заказ на сборку уровня на Unity. Так я познакомилась с этим движком. И вот эти все знания, они пригодились мне уже в работе над Мором. Потому что в следующем уже был Мор. А, соответственно, дальше уже был Атомикард. А у тебя было чувство такое, вау, сразу и как бы с культовой игры начинать? Просто было. Я, наверное, не забуду тот самый день, когда я оказалась на пороге в этой студии. Потому что это была, во-первых, моя любимая российская студия. Я была любителем их видеоигр. Я считала, что это просто какие-то невероятные люди, которые, я не знаю, возможно, мне придется пройти какой-то огромный путь в своей жизни для того, чтобы хоть когда-то заслужить место среди них. И вдруг потом все складывается таким образом, что я оказываюсь работником этой студии. Если честно, для меня первую неделю я происходила, я не верила в это. Потому что я помню, как я смотрела лекции нашего руководителя на YouTube. Я читала комиксы нашего нарративного дизайнера, когда я еще училась в школе. Альфина. Альфина, да. Ее комиксы полный пока. И да, потом, когда я задумалась о том, что проходит какое-то время, ты стоишь вместе с этими людьми, вместе с ними работаешь. Это вообще что-то невероятное. К слову об Альфине, она отвечала у вас на проекте за нарратив. Насколько ты, как левел-артист, тоже участвовала в таких вот моментах? Может ли нарративный дизайнер давать какие-то задачи левел-артисту? Насколько вы вообще связаны? В целом мы работали и напрямую с Альфиной, и напрямую с Николаем Дебоским, потому что он тоже отвечал за нарратив. И многие задачи мне прилетали от них. Потому что, например, нарратив — это повествовательный момент в игре. И вот это вот повествование нужно было каким-то образом еще подчеркнуть с помощью визуализации. За этим обращались ко мне. Я помню, что финальные катсцены, которые я собрала для Мора, мы в основном ее консультировали с Альфиной. Театральные постановки все были собраны совместно с Николаем Дебоским. Вот, так что да, мы с ними взаимодействовали активно. Насколько в плане «надо было сделать вчера жестких дедлайнов, проблему во взаимодействии с людьми, которые дают тебе задачи?» Были какие-то сложности в плане атмосферы, конфликтов и прочее? Насколько легко дышалось? Мне, как художнику, дышалось отлично. Я чувствовала, что меня вообще не зажимают в какие-либо рамки. И это тот самый момент, когда я чувствовала, что мне дают творить. И я себя действительно ощущала именно художником. Вот, прям в глобальном понимании этого слова. Конкретно в моем случае проблем с дедлайнами, там, нужно было сделать что-то вчера и так далее, такого не было. Потому что у нас был продюсер, который занимался менеджерской работой. Он назначал какие-то сроки, ставил таски и так далее. И, соответственно, просто, ну, главное, нужно было укладываться вот в эти уроки. А вот на твой взгляд, по тому же опыту, как у тебя было в море, не знаю, что сейчас у вас происходит в Манфиш, но какой бы ты вот совет дала человеку, там, условному, левел-дизайнеру, гейм-дизайнеру, как вначале ты сказала, тебе разные люди могут давать задачи и обязанности могут пересекаться. Какой бы совет ты дала таким людям по взаимодействию вот с тобой, с твоей специальностью? Как найти общий язык? Вообще вот в этой всей взаимосвязи очень важно помнить, что вы все дружно работаете над одним проектом, но при этом вы каждый отвечаете за какую-то свою часть работы. И очень здорово не влезать на территорию друг друга, потому что вообще здорово, если левел-артисту просто прилетает достаточно подробная болванка, это вообще самое идеальное. И, например, описание того, какие механики здесь должны быть реализованы, то есть что левел-артисту нужно подчеркнуть, то есть визуализировать для того, чтобы игрок это сразу же заметил, понял, куда идти и так далее. И очень не здорово, когда левел-дизайнеры либо гейм-дизайнеры пытаются уже за тебя решить какие-то артовые задачи. Здорово доверять друг другу. Здорово, если гейм-дизайнеры понимают, что левел-артисты лучше разбираются в арте. Вот. Тогда проблемы не знакомы. Все с нами, каждый должен заниматься своей работой, а то бегают, говорят, а ты сделал, а ты сделал, а когда? А потом, а давай переделаем. Да, еще лучше, а вот мне кажется, что лучше сделать вот так. Такой, ну я же не рекомендую что-то по механикам, я не подсказываю. Такие моменты были? Бывают. Часто? Ну нет, скорее, это случая к случаю, вот, но просто бывает. Ты говорила, что при работе над Мором ты конструировала уровни из каких-то готовых ассетов, а в Atomic Heart немножко больше создания с нуля каких-то вещей. Но вот на твой взгляд, насколько это творческая работа? То есть ты скорее творишь или выполняешь какую-то техническую работу вот строго по заданию, которую тебе дают? Вообще. Сколько ты вносишь сама от себя? Вообще вся моя работа, это баланс между творчеством и технической реализацией. Вот. И все зависит, опять-таки, от задачи, в каком виде тебе передается материал от предыдущего человека. Имеется в виду, если, например, концептеры уже за меня придумали, как выглядит уровень, мне нужно только лишь взять его, собрать в движке. Например, если мне прилетает балланка или нужно самому с нуля собрать эту балланку, ты еще занимаешься тем, что ты решаешь артовые задачи. Понятно, что, например, когда тебе уже прилетает готовый концепт, ты экономишь время, но, возможно, это периодически менее интересно. То есть ты такая более техническая часть. А когда ты еще должен решить какие-то артовые задачи, это интереснее, но это более долгий процесс. Потому что бывает так, что, например, ты собираешь уровень, ты занимаешься каким-то визуальным поиском того, как это должно выглядеть. Вот. А в итоге, например, что-то не вписывается, либо что-то нужно переделать. И, соответственно, на это уходит очень много времени. Бывает так, что нужно переделывать что-то с нуля. Работа. Некоторые идут в помойку, и разработка затягивается. Мы решили сделать небольшой интерактив, показать тебе самые стрёмные, ужасные и странные картинки с уровнями из игр. И, может быть, ты какой-то комментарий об этом дашь. В общем, мне нужно объяснить, как так вышло. Попробуй. На самом деле, почти как ко всем скринам, будет один и тот же комментарий, то есть объяснение, почему именно так вышло. И буквально пару скринов, где по другой причине что-то пошло не так. Вот, например, вот здесь явные такие сильные технические ограничения вообще всего. То есть прям минимальное количество геометрии используется. Текстура таялится как больше маленькая текстурка. Вот, в общем, видимо, здесь урезали вообще всё, что только можно. Но, возможно, делали краски упор не на визуал, а на клёвую интересную игру. Вот здесь просто не подгрузились лоды, вернее, отрисовывается почему-то не ближний лод. Лод — это уровень детализации. Соответственно, некоторые игроки не знают, что тот ассет, который делается для игры, он не на всей дальности отрисовывается вот с тем самым количеством геометрии, с теми самыми текстурами, как это моделится. А чем дальше объект стоит, у него дальше переключаются те самые лоды. И чем объект дальше, тем меньше в нём геометрия. Иногда это вообще просто плашка. И там очень-очень мылые текстуры. Вот, и такое ощущение, что вот здесь как раз-таки включилось то самое мыльцо. Отрисовывается не тот лод. У нас сейчас был похожий казус, назовём это так. На сайте DTF вышла статья про... Я уже боюсь узнать про что. Про игры с клёвым ртовым дизайном. С ртовым дизайном. Ну, это была ежегодная тема такая, да. Да, вот. И спасибо огромное тем, кто написал эту статью, потому что художников Мора там, конечно же, тоже похвалили. Но там ставили скриншот, на котором дом отрисовался, собственно, на последних тех самых лодах. И это была боль. Мы плакали. Ну, почему вы не могли лучше-то выбрать, а? У нас, опять же, в рабочем чате были... Мы накидали ещё вариантов, которые можно было бы там разместить. Мы нашли, конечно же, скрины ещё хуже. Вот. Но это было очень больно, потому что тебя тут хвалят за арт. И вдруг вот это попадает... Такой неловкий момент. Да-да-да, в эту статью. Вот, причём там ещё видно, что это скриншот с разработки, потому что там внизу подписана какая-то там версия игры. Тут какие-то тоже пометки разработчиков, все дела. Ну, да, было больно. Так что вот здесь я ставлю как раз-таки на то, что это просто лоды. Так что всё не так уж плохо. Вот здесь, где камни, почему-то такое ощущение, что просто прошли с улицы. Такое бывает, что... Перенесли ассеты с аутдора в индор? Нет, скорее... Возможно. Не знаю просто, что конкретно за уровень, насколько он близко. Вот здесь стена отходит уже к аутдору. Просто возможно, что эти самые аутдорные ассеты, они проходят через стенку в индор. Такое часто случается. Мы, например, часто фиксим, убираем траву, которые, либо деревья, которые у нас почему-то растут через дома. Вот. Такое случается. Не уследил, возможно, как раз-таки, да, именно арт-отдел. Нам, например, для того, чтобы таких ситуаций не было, и для того, чтобы у нас на всякие предметы через друга не проходили, у нас было как раз альфа-тестирование на море. И нам присылали огромные баг-репорты. Спасибо огромное ребятам. Они на целой карте нам подписывали, в каком конкретном доме, какие проблемы есть, где у вас что клипится, и присылали скриншоты. И это нам помогло, как раз, избежать вот таких вот моментов на море. А вот по поводу остальных скринов, я бы сказала так. Особенно вот здесь. Это такая явно заметная история. В общем, Нир, он очень-очень динамичный проект, динамичная игра. Соответственно, ты на самом деле, как игрок, когда бежишь вот по вот этим улицам, ты не замечаешь то, что у тебя вот это вот текстуренно-скучное тайловое вот эти вот коробки домов, абсолютно, в общем, повторяемые модули. Я понял, что ты имеешь в виду, то есть они исходили из необходимого минимума, по сути. Да, и я уверена, что разработчики прекрасно понимали то, что игрок очень быстро пробежит эту локацию, и только лишь вот так, если остановиться и сделать скриншот, будет заметно, что есть какая-то скудность в окружении. Обычно во время разработки все силы в плане арта кидаются на какие-то значимые локации. А на те моменты, где игрок очень быстро пробежит, то в целом нет смысла тратить много времени. На такие вот локации тратится время в самую последнюю очередь, когда уже совсем разработчиком заняться нечем. Ну да, как, например, Naughty Dog, который в Uncharted сделали эту погоню в четвертом. на автомобиле, где попутно за пять минут разносится целый город с резоном, со всеми этими вещами. И не представляю, сколько это стоило, но я так чувствую. Можно было потратиться на какие-то другие вещи в игре, хотя, на мой взгляд, хороший экшен. Просто это, по-моему, самый расточительный момент в играх, который я только видел. Честно, пять минут город в труху. Да. Вот. Если честно, вот таким вот образом тайл палится даже в том же самом Death Stranding, который тоже похвалили за арт, конечно же. У меня просто тоже есть такая подборка домашних скриншотов, где такой... Вот здесь не попытались даже сбить как-то этот тайл прям палится. Но, кстати, мне из-за этого очень сложно стало играть в игры, потому что ты подбегаешь и начинаешь вот такие мелочевки рассматривать. И такой, даже в Кодиме Продакшн взяли... Да, теперь все не так, как раньше. То есть ты как-то прям открываешь скрины и вот медитируешь, мыслишь над тем, как это сделано, или какие-то ошибки пытаешься подметить, которые не хочешь потом... О-о-о, по поводу... Сама воспроизвести. Я сейчас активно играю в Hunt, и самая огромная проблема в том, что я подбегаю к какой-то локации для того, чтобы я подскриншотить, и в этот момент меня выносят, потому что я трачу время на то, чтобы побегать вокруг здания, и вот здесь мне нравится, ага, вот здесь вот так кирпичи сделаны, здесь вот так, а это вот здесь вот так, ой, как красиво, отбегу-ка я вот сюда, и в этот момент меня выносят из игры. Да, сложно стало играть в игры максимально. Печаль. Продолжая тему, опять же, творчество, конструирование, как создать иллюзию разнообразия? Вот тебе дают набор какой-то, и говорят, сделай так, чтобы не повторялось. Может быть, есть какие-то уловки, приемы? Прям вопрос по адресу, потому что по поводу того, как создавать иллюзию разнообразия, разработчики Мора знают лучше всего, потому что у нас был ограниченный набор асетов, с которого мы вообще собирали весь город, и, соответственно, ну, ты начинаешь просто придумывать, хорошо, вот эта вот вещь, она явно будет очень часто встречаться на уровне, каким образом я могу добавить разнообразие, добавить ей какой-то контекст для того, чтобы она смотрелась по-другому, на спасали, опять-таки, есть одна и та же модель, можно сделать разные текстуры, ну, просто приходится выкручиваться из этого, как-то творчески, но я не уверена, что у меня есть какой-то готовый рецепт, каким образом подошел бы всем. То есть можно менять, вот, как ты сказала, текстуры, какие-то детали, акценты, может быть, где-то добавить. Можешь ли ты примерно сказать, сколько вы вообще использовали именно в помещениях каких-то одинаковых элементов? Вот был набор, он, насколько был ограничен, как ты до этого сказала? Сложно мне представить какое-то точное количество, ну, например, у нас есть два вида высоких шкафов. У этих двух видов есть пять наборов разных текстур, как раз-таки для того, чтобы они смотрелись разными шкафами. И так все элементы интерьера, там, пять видов столов, четыре вида стульев, у каждого из них по несколько своих наборов текстур. Ну, так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вроде как набирается какое-то, ну, достаточное количество ассетов, но сложно сказать, сколько конкретно. Приходилось изощряться, вот как Bethesda делала, по-моему, в Скайриме, когда они из шкафа превращали все это в стол? О, да. Нет, потому что, как раз-таки, времена Скайрима прошли, и вот уже вот за такие приемы тебе могут надавать по рукам на проектах. Но оно же работает. Оно работает, но работает очень плохо, потому что, на самом деле, вроде как, да, здорово, мы сэкономили, что нам не пришлось моделить какой-то еще один ассет для того, чтобы подставить сцену, но нужно понимать, что вот этот шкаф, который на какое-то расстояние утоплен в землю, он все равно для игрока рендерится и нагружает его машину, и вообще-то игроку от этого больно. Лучше так не делать, потому что, ну, в целом, можно замоделить и добавить еще вот этот конкретный столб в сцену. И в продолжение темы, приходится ли идти на какие-то компромиссы из вот таких технических ограничений? Ты сказал, что все это очень сильно может нагружать систему игрока. Например, ты хочешь сделать какой-то участок локации особенно красивым, богатым на ассеты, но потом тебе говорят, что система не потянет, тебе приходится что-то урезать, или как вы поступаете? Да, конечно, часто приходится урезать какой-то визуальный контент, потому что, например, сейчас во время разработки мы тестим, соответственно, уровни на машинах разной мощности. Вот, и, например, на одном уровень твой богатый на природу, у тебя есть столько видов цветов, столько видов травы, столько деревьев и так далее, он запускается на определенной машине, ты там спокойно бегаешь, все здорово, запускаешь на другой, и там все тормозит, и ты понимаешь то, что нужно урезать, нужно искать новый баланс как раз-таки между сохранением вот этой вот красивости и тем, чтобы это все-таки запускалось и работало с точки зрения техники. Часто приходится кромсать текстуры, то есть урезать разрешение текстур от вот этих всех красивых 4К, плюс периодически приходится резать количество геометрии, и все становится там более угловатым, мы перенастраиваем лоды и так далее, и да, это тоже все равно поиск того, чтобы с урезанными текстурами, с более угловатой геометрией, это все равно на уровне продолжало смотреться красиво. Как художник ты от этого боль испытываешь? Да, конечно, потому что, соответственно, моя задача делать в первую очередь красиво, я артист, поэтому, конечно, когда я вижу, что что-то выглядит чуть менее красиво, нежели могло быть, мне больно. Ну вот бывает такое, что приходит и вот взрубает, и ты никак ничего не можешь поделать, и приходится выбрасывать, выкидывать, остаются такие обрезки. Да, бывает такое, например, ты собираешь какую-то локацию, какое-то помещение, а в итоге, например, в ходе продакшена геймдизайнеры пересматривают какие-то фишки игры, и, например, эта локация уже больше вообще не нужна. Соответственно, она урезается полностью, и нужно философски относиться к этому вопросу, о том, что, ну, ты делаешь игру, и все должно хорошо и клево играться для игрока, то есть это должен быть интересный геймплей. Поэтому, да, если вырезаются твои локации, ну, это продакшен. Может, вспомнишь какой-нибудь конкретный пример, который вот особенно был обидный, прям в душу запалый, или все это потом в общем потоке сливается, и ты перестаешь обращать внимание? Ну, я могу рассказать, что было на море, вот, но это было связано не с локацией, это было связано с ассетом, возможно, про который мои коллеги уже даже и не помнят. Я изначально, когда устраивалась на море, я моделила, нужна была дыра в полу для квеста, там по квесту проломили доски в полу и вылезли, влезли в дом. Я моделила как раз-таки вот эту дыру, прозвучит странно, потому что нельзя было прорезать геометрию, нужно было, чтобы эта дыра накладывалась именно на цельную геометрию пола. В общем, я моделила все это, все доски, землю и так далее. А в итоге от этого квеста вообще решили отказаться. Соответственно, эта дыра вообще больше уже была не нужна. И я сначала очень долгое время грустила о том, что ну ладно, я где-то себе сохранила гифку с этой дырой, она у меня на стене ВКонтакте где-то так и висит, просто такая сохранила на память. А в итоге потом, когда я на проекте пересела на создание катсцен, там была катсцена, где дети хоронят куклу, возможно будет небольшой спойлер, такая сцена проходит в театре. И та самая дыра пригодилась для того, чтобы превратить вот эту дыру в полу, в могильную ямку на этой сцене. И в итоге мой ассет был спасен, и я понимала, что да, от него могут отказаться полностью. Но просто обыграли его иначе. Он все-таки остался в игре. Давай поговорим про Мор. Какие задачи тебе давали, какие эмоции должна была ты вызвать через свою работу? Вот, например, основная концепция игры, насколько известно, это, что она должна заставить игрока страдать. Как вообще такую задачу можно поставить? Как это выглядело на деле? Тебе прям падает такой таз куда-нибудь в планировщик? Или что? По поводу моей работы над Мором, ее вообще можно условно поделить на три части. Первая это создание расстановок в городских домах и какие-то квестовые индоры, театральные пантомимы и катсцены. И, соответственно, подход ко всем этим трех задачам был абсолютно разный и прилетали тоже абсолютно разные тазки. По-разному ставились. Если говорить, например, про расстановки в городских домах, это была самая моя первая задача на проекте. То есть я, в принципе, прошла для того, чтобы делать расстановки городских жителей. И я понимала, что, наверное, тот самый город, который был в Первом море, он отличается от того, что мы делаем сейчас. Поэтому я попросила нашего руководителя рассказать, например, про то, как он видит или даже чувствует отличие между этими двумя городами. И, соответственно, первым делом он мне скинул целый документ, где было написано о том, как вообще строится построение целого мира в море. И, если честно, это тот документ, который перевернул просто мой мир. Или даже не перевернул, а выстроил его в голове, потому что это было что-то просто невероятное. Я вообще считаю, что все внутренние документы у «Испек Лодж», это как отдельное произведение искусства, которое, я не знаю, должны храниться в библиотеке Ватикана, либо когда лип, через сто лет должны быть опубликованы, потому что это, правда, что-то очень интересное. Соответственно, я уловила идею, которая была передана в этом документе, прочувствовала, пропустила все это через себя и попыталась городские расстановки соответственно делать вот с тем самым ощущением, которое я улавливала, как оно должно быть. И мы придерживались той концепции, которая была в Первом море, что все должно быть немножко театральным. И если вспомнить, в Первом море это было передано через какую-то пустоту в городе, когда ты приходишь, например, заходишь в дом, а там стоит всего лишь одна табуретка в комнате. Изначально планировала, что в Новом море будет примерно так же, но потом уже в ходе продакшена отказались от этой идеи и посчитали, что окей, надо передавать театральность через какие-то уже новые приемы. Немножко не так. Конечно же, разрешалось створить всякий сюр, но в рамках приличия. В плане это не должен был быть просто сюр ради сюра. Создавалась какая-то определенная атмосфера быта в этом городе, то есть это город, в который ты веришь, то есть что действительно он мог существовать, потому что у этого города есть своя история. У этих людей есть свои традиции. И ты как раз вот эти традиции передаешь визуально, рассказываешь через расстановки в домах. Таким образом выглядела моя работа над расстановками. Не знаю, может быть, подойдет вот это? Да, именно, это тот самый скрин. Прям восхитительно. Очень темно. Вот! В этом весь смысл, что я хотела как раз таки сейчас рассказать. Очень темно, правда, для начала игры? То есть ты запускаешь игру и видишь вот это. Ладно, поясню. Мы сейчас стоим в закулисе театра и дело в том, что даже вот при вот этой темноте вот этот фонарик, он там что-то подсвечивает. Вроде как это должно дать игроку понять, что надо идти туда. А там еще рядом дверь. И это иногда создает ощущение того, что нужно войти в эту дверь. Но это не так. Нужно на самом деле повернуть здесь после фонарика и выйти туда на сцену. И это просто огромная ошибка именно дизайна прям в самой первой локации. Но я ее называю отсеивающей локацией, потому что если игрок не смог пройти через нее и понять, что здесь надо делать, это не наш игрок. Неплохое оправдание. Да, 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 да. Именно. Потому что, в общем, я прям очень сильно ругаюсь прям на вот эту самую стартовую локацию и имею право, потому что собрано моими руками. И это был тот самый момент, когда ко мне подошел руководитель студии, который себе определенным образом представлял начало игры. Он очень хотел полную темноту. Понимали, что в полной темноте игрок ничего не найдет. Более того, оказалось то, что с нашими настройками освещения невозможно сделать полную темноту. Мы ее фейковали там как только могли все марта делом. Для того, чтобы вот там в театре не было этого театра вообще видно. Там дальше сцена, где стоит режиссер, к которому нужно подойти с ним поговорить. Но с точки зрения дизайна, уже прям такой факап в самой первой локации. И дальше, например, дальше становится чуть лучше. Мы, собственно, выходим на эту сцену, общаемся с персонажем, и нас переносят в этот театр, но уже, в общем, театр превратился в больницу. Кто играл в первый мор, и кто играл в второй, те знают, что в определенный момент в городском театре делают больницу. И здесь уже все более красиво, все нормально. Тут тоже я поработала. Но здесь как раз таки момент, где я не учла технический вопрос этой сцены. И мне от этого стало очень грустно, потому что я об этом узнала уже после выпуска игры. По моей задумке, там на втором этаже отбрасываются тени от Мортусов, это отрисающие такие чуваки с клювами, с масками птиц на головах. И, соответственно, я там долго настраивала для того, чтобы рисовались исключительно тени вот этих чуваков, а их там самих не стояло при этом. Мне безумно нравился этот эффект, то есть присутствие отсутствующих персонажей, вот, что-то такое сразу какая-то мистика прям в первых же кадрах Мора. И оказалось, что эти тени отрисовываются не у всех игроков. То есть только при самых ультра-настройках графики эти тени видны, при всех остальных нет. Я понимаю то, что вся моя задумка рухнула именно в этот момент. Я об этом узнаю уже после выхода, когда я начинаю общаться с людьми, которые дают фидбэк на Мор. Я просто сразу вспомнил свое первое знакомство с Мором. Правда, это была альфа-версия, она не запустилась. О, да, да, да. Мы еще говорили, что вот этот момент мы отсемаем игроков. Если смогли запустить нашу игру, значит, это игра для них. Это такой дизайн? Да, именно. Все, так и было задумано. Ты сказал по поводу дизайн документа, что он был необычный. То есть, ты была к такому не готова. Я так понимаю, в том же скриме, когда ты училась, представляла себе нечто структурированное, дающее, так скажем, облегчение дизайнеру для понимания вообще того проекта, над которым вы работаете. А это было что-то более хаотичное, что это... Как он выглядел вот структурно? Примерно с твоих слов. Он был похож на какое-то литературное произведение, он был похож языком и подачей на то, как говорят персонажи в море. Или что-то в таком духе? Это был документ чисто эмоция. То есть, там не было какой-то конкретики, как надо делать. То есть, возьми вот этот инструмент, вот работает вот так-то и сделай так-то. Нет, там было, какие эмоции мы должны передавать, а ты уже сам, как художник, пойми, как это реализовать. И вообще, на самом деле, вот вся моя работа над мором была завязана как раз таки на то, что я пропускаю какие-то эмоции людей, то есть, они мне говорят, что они чувствуют, а мне нужно это визуализировать. И сильнее всего это было раскрыто как раз таки на моменте, когда я делала театральные постановки для мора. Когда мне прилетел этот таск, это было что-то просто восхитительное, потому что я поняла, что мои руки отдали просто самое дорогое, что есть в море. Потому что я помню, что еще в Старом море я обязательно бежала смотреть эти пантомимы в театре. И когда мне сказали о том, что новую пантомиму буду собирать я напрямую с Николаем Дубовским, я поверить не могла, вот, я невероятно радовалась. Мне прилетал сценарий, то есть, какие персонажи в этот день выступают, что они говорят, и иногда Николай указывал, что конкретно увидит на сцене, то есть, какие объекты там должны стоять. Соответственно, я это расставляла, как я видела, звала Николая посмотреть, он отвержал, дал сцену, и мы дальше работали. Но некоторые задачи ставились без конкретного описания. Например, был таск, где была написана всего лишь одна строчка. Нужно ощущение смерти. И было дополнительно прописано, но гробы, это уже пошло. Я такая думаю, ну, хорошо, если гробы пошло, то давайте могилы использовать. Я спросила, Николай, можно я в театре вместо рядов со стульями могилы поставлю? Он говорит, да, конечно, почему бы нет? Это замечательно. То есть задача в духе заставьте игрока страдать, это не абстракция, вот оно примерно так и подавалось. Прямо... Да, то есть мне прилетало, что игрок должен ощутить в этот момент. И студия, она работала краски на то, чтобы вот эти вот эмоции научиться передавать. Вообще, сам по себе из Пик Лодж, он очень не похож на игровую студию вот в каком-то прям прямом понимании этого слова, потому что это больше похоже на союз художников. То есть приходят люди, которые собираются в одном месте для того, чтобы творить что-то интересное. И это был очень-очень интересный опыт в моей жизни. Насколько тебе сложно после этого было переключиться к работе в Манфиш? Насколько там вообще-то иначе все построено? Есть ли такие же какие-то абстракции, образы в твоих задачах? Как тебе их ставят? Переключиться было не особо сложно, потому что как раз-таки если ты проходишь через Ипс Пик Лодж, то работать в других студиях тебе уже намного проще. Потому что как раз-таки таски ставятся более конкретно. Например, приходит директор, который описывает, что за сцену ты должен собрать, каким образом она должна выглядеть и, например, какие референсы тебе лучше поискать. То есть, соответственно, в этом плане там все более четко. А как тебе больше нравится? Так или так? Провокационный вопрос. Я могу работать так и так. И кайф могу ловить тоже и при такой работе и при такой. Просто нужно понимать, что, например, я умею как раз-таки прочувствовать те самые эмоции, которые человек чувствует, но он сам не знает, как их визуализировать. Причем, когда я устроилась в Испик Лодж, ко мне сразу подошли другие 3D-художники и говорят, слушай, но так и так, ты готовься морально, что будет приходить Николай, будет давать тебе таск, потом будет приходить и говорить, ой, нет, там, надо все сделать по-другому, там, утверждать, потом приходить и говорить, что, нет, все-таки надо было сделать еще по-другому. и на удивление у меня такой истории в студии не было вообще, потому что просто приходил Николай и говорил, что он хочет видеть, то есть он подходил и мне просто удавалось улавливать то, что он хочет увидеть и визуализировать вот эту картинку из его головы. Были моменты, например, когда на тех же самых театральных постановках у меня стоял конкретный таск, что конкретно должно быть на сцене, но ту сцену, тот сценарий, который он мне прислывал, я сама прочувствовала по-другому и я предложила, я собрала то, как он себе представляет сцену, но ему еще не показывала и собрала сцену, как ее вижу себе, представляю я. Я сначала показала свой вариант, а потом показала его вариант и мы оставили мой вариант, потому что он даже Николаю понравился намного больше. Насколько я знаю, что даже моим коллегам на работе эта сцена понравилась больше всего и она теперь самая популярная и тоже, если где-то в поисковика выбивать второй мор, она, как раз таки, самая популярная в поиске, то есть она удалась. И то есть тот самый момент, когда ты, конечно, послушал человека в плане, собрал, как он хочет, но привнес что-то свое. Чутье сработало. Да, да, да. Вот. И оно получилось. Почему второй мор делали так долго и не доделали? Это нормальный срок для игры такого масштаба. Были ли моменты, когда вы что-то переделывали, переносили, ну вот с точки зрения левел-арт, разработка была линейной или это какой-то хаотичный процесс? Потому что ты рассказала о документе, который был тоже странный. Тормозило ли это как-то работу или нет? Разработка затянулась по многим причинам и в том числе из-за того, что в студии в определенный момент принимались решения что-то переделывать, причем переделывать с нуля. По поводу работы арт-отдела мы тоже переделывали определенные вещи, плюс, например, когда я устроилась в iSpeak, до меня уже были собраны городские расстановки предыдущим сотрудникам. Из-за того, что концепция поменялась, старые расстановки перестали подходить к игре, мне нужно было посмотреть их, что можно было сохранить, оставить, а все остальное происходилось отрезать. А так, навскидку, это какой процент примерно был? Того, что ты в итоге переделывал с нуля? Когда я пришла, например, все городские расстановки, которые вы сейчас видите в игре, все сделаны вот этими вот руками, абсолютно все. Опять же, ты в некотором смысле на этот вопрос уже ответил, но все же, чем отличается работа в Manfish от работы на iSpeak? Вообще, глобально все это отличается ресурсами, потому что, как мы понимаем, люди это тоже ресурсы. Если рассматривать просто конкретно мою часть работы, то, например, на море я занималась эндорами в Unity, здесь ты делаешь, ну, в основном я сейчас занимаюсь открытым миром, то есть аудором на Unreal Engine. Это две разные задачи и два разных инструментария, так что моя работа, она сильно отличается в двух разных студиях. Человеческие ресурсы, ты имеешь в виду количество возможностей, которых можно использовать, или время переработки, вот эти вещи? Мундфиш сотрудников гораздо больше, но не всегда гораздо больше, это значит, что у вас что-то получается гораздо быстрее, но просто это тоже новые возможности, у вас есть люди, которые умеют делать какие-то новые прикольные штуки, которые не умеют делать кто-то еще. Я читал интервью у нас на ДТФ, где я раньше работал, там была Альфина, Дыбовский, и они достаточно откровенно рассказывали об игре, и вот чувствовалось в своих словах, что какая-то фатальность, усталость, страдания, так скажем, на исходе. Как ты вообще к концу проекта подошла? С какими эмоциями? И вообще было ли какое-то там ощущение истощения? У меня к концу проекта не было еще ощущения истощения, потому что я пришла на проект получается ровно за год до его окончания. При этом в студии остальные сотрудники работали над этим проектом уже много лет. Некоторые сотрудники работают в самом Айспике уже больше 17 лет, и по ним было видно, что у людей есть выгорание. Но я пришла в такие просто в золотое время Айспика, когда был набор вот этой свежей крови, приходили ребята, у которых горели глаза, в том числе и у меня, потому что я верила в этот проект. Я сама его очень-очень ждала, поэтому я, естественно, пришла туда с запалом, моего запалок хватило до конца проекта. У меня не было выгорания, я бы и дальше продолжала разработку, если бы она продолжалась. То есть ты вернулась, если бы предложили продолжить работу над остальными главами? Скорее всего, сейчас, если бы прям произошла бы эта ситуация, я бы поступила точно так же, как поступила с Atomic Heart, я бы уже сказала, что на данный момент, пока я не выпущу Atomic Heart, я не уйду с проекта, потому что, в принципе, отказываться от проекта во время разработки, но это сильно тоже бьет по самой разработке, как я говорила, потому что люди это ресурсы. Я понимаю, что в таком случае потеряется ресурс. Понятное дело, что он восполнимый, но тем не менее, все равно, для студии, наверное, это было бы не очень удобно. Слово опять же, раз мы коснулись темы Atomic Heart, я участвовал в одном из недавних интервью с Moonfish, где мы задали вопрос Артему Галееву по поводу того, как бы он мог охарактеризовать эстетику мира, над которым вы работаете, какие референсы он использует. Он сказал, что это ретро-футуризм, но как бы не ретро-футуризм, но при этом ретро-футуризм. У него, как у арт-директора, какое-то общее видение, он как художник, опять же, абстрактно к этому подходит. Вот попробуй конкретизировать, если можешь, что это такое. Ну, учитывая, что часть тасков, например, прилетает конкретно от Артема Галеева, то, соответственно, они прилетают, примерно, в таком же виде, то есть, как и было сказано в интервью, то, что, ну, это вот так-то, и можно использовать такие-то рефы. То есть, ты снова работаешь с эмоциями такими, как было в море, пытаешься воспроизвести, вытащить из головы того, кто дает задачи. С одной стороны, да, но с другой, Артем, он сам художник, поэтому, как раз-таки, не приходится из него вытаскивать эти визуальные образы, он сам умеет свои вот эти эмоции, ощущения визуализировать. Он сам очень много моделит для проекта, в то время, как в море приходилось визуализировать чисто мысли, то есть, не было никаких конкретных визуальных образов в головах у людей, с которыми ты работаешь. В своей работе ты, опять же, если вернуться к референсам, ты сказала еще в самом начале, что одна из твоих задач это хорошо уметь искать информацию. В принципе, какие ты предпочитаешь вот источники, фильмы, картины, фотографии, что чаще используешь в работе? Я чаще всего люблю прибегать к источникам первого уровня, то есть, к вещам из жизни, это в основном фотографии. Можно смотреть референсы в кино, но тоже нужно понимать, что там уже тоже кем-то переработанные рефы, через себя пропущенные, там уже тоже наслаивается какое-то видение других людей. Если использовать картины с ними, то же самое, а если использовать тем более какие-то другие игры, то ты понимаешь, что отталкиваешься от референсы уже даже не первого порядка. Поэтому в основном я меньше всего смотрю на какие-то другие игры, больше люблю смотреть на жизнь. Окей. Ну вот раз ты обращаешься к реальности, вот сейчас попробую провести аналогию. Современные электронные музыканты пишут музыку из сэмплов, и некоторые из них часто носят с собой диктофон, чтобы записывать звуки окружающего мира. Ты говоришь, пользуешься фотографиями. Ты делаешь, может быть, какие-то тоже снимки на телефон, если бы что-то интересное заметил, используешь ли ты это в работе? Или это, как правило, просто гугл или какие-то альбомы, старые фотки? Как чаще? Да, я сама часто выезжаю что-нибудь пофоткать, особенно вообще, я люблю всякие заброшки и так далее. И вот этот вопрос, то, что ты находишь рефы самостоятельно, это периодически выглядит очень странно, когда ты приезжаешь, например, в Санкт-Петербург, вы едете к Кронштадту, и вдруг видишь, что мусорка упала, из него вывалился весь мусор, и пока все остальные люди фотографируют Кронштадт, ты бегаешь вокруг этой мусорки и говоришь, посмотрите, какие референсы, ну просто восхитительно. У меня телефон забит вот такими вот странными фотографиями. То есть, если бы кто-то посмотрел, что у меня на телефоне находится, ты, наверное, сильно удивился. Типа, камон, зачем тебе это? Все рефы. Мор во многом состоит из похожих друг на друга секций, домов, улиц. Тебе не было скучно работать над таким миром? У тебя столько повторений? Или все-таки это действовало на саму идею игры, и так и должно быть? Как я уже говорила, я изначально пришла на проект, и моим первым заданием было собрать расстановки в городских домах. Всего в игре больше 200 домов. Мы понимали, что для каждого дома мы не можем сделать уникальную какую-то свою расстановку, и поэтому весь город, он состоит из семи типов домов. То есть, это семь разных коробок, то есть, разные по форме дома. Коробка, это в смысле стены, потолок, пол, лестница. То есть, мне выдавалось семь вот этих коробок. Я для каждой из этих коробок делала свои уникальные расстановки, и на каждый тип это по несколько расстановок, соответственно, для того, чтобы мы в городе в данный тип дома помещали в разных точках разные расстановки, чтобы они более-менее не повторялись. То есть, мы их чередовали таким образом, чтобы более-менее не было заметно, что у нас повторяется эта расстановка десять раз в игре. И, как я говорила, вот семь типов домов, на каждой по несколько типов расстановок. А еще к каждой расстановке нужно сделать свою зараженную версию и заколоченную, и все это делать вручную. То есть, у нас не было такой крутилки, которая хоп, и нам заражает весь дом. У нас заражались только лишь сами коробки, то есть, стены, там была крутилка для того, чтобы там начинала отрисовываться текстура заражения. А вот вся зараженная мебель, ее нужно было переставить на сцену заново. Заколоченные дома еще отличались тем, что там полный погром. Соответственно, можно представить, какое-то количество было собрано домов, то есть, там количество подходило уже под сотню. И это все делалось вот этими руками. И, честно признаюсь, к десятой расстановке ты уже начинаешь ощущать всю тленность не только мора, но и собственного бытия. И ты такой сидишь и думаешь, ладно, это проект, на который я очень хотела попасть, это работа моей мечты, и все здорово. Ну, согласно концепции, игры так и должно быть. Конечно. Не только получать только удовольствие. Не только игрок должен страдать, пускай разработчики страдают тоже. И да, в определенный момент я держалась только на ощущении того, что я очень хотела делать эту игру. Я целенаправленно шла именно на этот проект. Но, да, честно, я ощущала в определенный момент рутину, но тоже нужно понимать, что игровая разработка это не только веселье, вообще-то мало чего веселого, там бывает рутина, и не все таски, они артовые и интересные. И в определенный момент у нас был один спорный дом в плане не понимали, будем мы его добавлять вообще в игру или нет, потому что тоже время подходило к концу разработки, и думаю, ну ладно, если останется время, мы его сделаем. Это был детский дом, детский в смысле не приют, а дом, где собираются, играют городские дети. Вот, и мне дали сделать эту расстановку. Когда я ее делала, я представляла, чем же дети могут здесь заниматься, соответственно, я вспоминала свое детство. Вот, мы тоже забирались иногда в небольшие постройки, там натаскивали из дома всякие стулья, мебель, которую могли, там, банки, склянки, вот еще что-то, обустраивали этот дом. У нас был уголок, где мы сидели там, на подушках, на чем-то мягком, и старшие ребята нам всякие страшилки рассказывали, ну, либо истории. Если вдруг еще какой-нибудь дождь за окном, то все такое атмосферное, вы сидите там возле какого-нибудь гонька, и вот тебе страшилки рассказывают. И все вот это вот вспомнилось из своего детства, и думаю, пускай дети в море занимаются примерно тем же самым. И я сделала там небольшой уголок с фонариком, вокруг которого краски раскиданы подушки, стоят стулья. И этот фонарик выглядела следующим образом. Там конструкция, которая крутится вокруг фонаря с прорезями, и через прорези свет отбрасывается на стены. И эти прорези были в виде всех ключевых точек в городе, то есть там собор, бойни и так далее. То есть это полностью город, море. И фонарик крутится, и вот этот волшебный, причем голубой, свет отбрасывается на стены. И когда пришли сотрудники и увидели вот эту сцену, им она настолько понравилась, им настолько понравился этот фонарик, что геймдизайнеры придумали квест про этот фонарик, что его нужно сначала починить, чтобы он заработал. То есть он изначально в игре не работает. Более того, за починку этого фонарика дается ачивка в стиме. И вот в этот момент я поняла, что я могу даже просто в самую рутинную работу привносить вот такой творческий элемент. Поискование началось через то, что ты делаешь. продавались катсцены на аутсорс, но в итоге результат не очень понравился. Соответственно, за эти катсцены уплачен определенную сумму денег. И решили, что давайте-ка попробуем сами. Посмотрим, насколько мы сами справляемся. если же не будем справляться, то обратно дадим на аутсорс. И катсцены передали в мои руки. Я сначала открещивалась, говорила, что я не потяну, потому что настройка анимации, вот этих камер в Юнити, настройка того, как себя ведут люди в этот момент в катсцене, попадать в эти все тайминги. Не, ребят, не надо. Я боялась, но нет, в итоге это все досталось мне. То есть, у тебя есть некоторая даже экспертиза в кинематографической части. Ты к этому подошла уже с каким-то багажом? Ты знала, что делать? Или пришлось прямо на ходу изучать какие-то вещи? Признаюсь честно, я вообще в своей жизни перепробовала какие-то штуки, пока искала себя. И я смотрела в сторону кинематографа. Соответственно, я в свое время ходила на курсы режиссуры. И плюс, как художник, мне очень нравилось сделать всякие раскадровки и так далее. Просто, оказывается, вот эти вот все знания, которые я там забросила куда-то далеко, уже думала, что они мне никогда в жизни пригодятся. Вдруг выползли вот в этот момент. И такой, хоба, вы пригодились. Соответственно, да, я уже просто что-то знала, что-то находила информацию новую. Мы возвращаемся к самому началу, когда я задавал вопрос по поводу того, что нужно знать левел-артисту. Вот. Кольцевая композиция. Все как надо. По кинематографу. Труто. Спасибо, что зашла, потому что, правда, это было интересно и насыщенно. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok